Альберт Зинатулин каждое лето проводит у себя на даче. Здесь его выстраивает все. Свежий воздух, природа, нет никакой городской суеты. Радовало Альберта и озеро. Но с недавнего времени вид на прибрежную зону изрядно поменялся. Я видел в озере, это скраска ключа, ворованные. И самозванец купил только недавно, а уже герой нашего времени стал. Надо решать вопросы такие, решать соседи, согласны, не согласны. Зачем это озеро ссыпать? И так уже осталось, воды нет. Гора бетонных плит и кирпича вызвала возмущение у многих дачников. Один из них, сфотографировав это безобразие, отправил снимок в экологическую службу города. Специалисты, приехав сюда, факт нарушения подтвердили. Тот, кто дал информацию о несанкционированной свалке, устроенной соседом, по праву получит от Министерства экологии премию – 1500 рублей. Виновное лицо проучено к административной ответственности был составлен протокол по статье 8.13, часть 4 КОАП РФ нарушение требований к охране водных объектов. Хозяин, конечно, среагировал очень остро, но данных, ну как бы у них не было никаких документов при себе на этот участок, на земельный участок. Получается присвоение собственности. Теперь виновник должен заплатить штраф от полторы до двух тысяч рублей. Помимо этого, нарушителю в течение месяца нужно очистить территорию у озера и вывести весь строительный мусор. Если мужчины этого не сделают, то экологи вновь выпишут ему штраф, но уже в двойном размере. Решение, казалось бы, есть, нарушитель наказан, но любопытство берет свое. Зачем дачник захламлял озеро? Несмотря на то, что дома злоумышленника не оказалось, ответ мы все-таки нашли. Он хочет выровнять, сделать площадочку, скамеечку поставить. Грязище, заросло все, бардак. Он вообще хотел приехать сюда, экскаватор подогнать, почистить вот это озеро. Он для всех делает. Неясно лишь одно, почему же современный тимуровец не сообщил о своем деянии экологической службе города, а самое главное, не согласовал с соседями и с председателем садоводческого общества благоустройства озера. Поговорив с дачниками, ответ стал очевиден. Они утверждают, что помыслы у мужчины были вполне корыстные – организовать стоянку для собственного автотранспорта.